Далее были такие, что человек, который становился волосным, он приобретал определенное влияние и был не ограничен во власти. То есть если прежде хан у казахов, которого избирали, допускал какие-то решения, действия, которые не нравились народу, то участь его быстро... Ну, было понятно, да, то есть он просто мог быть свергнут, лишен власти и так далее. А тут волосного ты уже не свергнешь. Волосной в определенной степени даже был сильнее, чем хан, потому что все, он победил, и за ним стоит Россия, за ним стоит казахов. Но с другой стороны, вот давайте я процитирую классику, скажем так, классика. Болос волдом маньяки, стихотворение известное Абая. То есть он говорит, что это о том, что до того, как стать волосным, он должен был подкупать, да, то есть вообще малым шаган вопкетто. Но в конце он, то есть он говорит дальше все стихотворение о том, как о сложной жизни волосного, как он должен и российской власти угодить, и своих соплеменников подкупить. Наконец волосным я стал, все добро на взятки спустив. Без горбов верблюды мои, у коней не осталось гриф, но я волостью управлять не могу, а вроде ретив. Если сильные позовут, оборачиваюсь на призыв, если слабые говорят, еле слушаю их, сонлив, близок съезд, это весь как гром, прогремело сердце пронзив. Но тревоги не выдаю, улыбаюсь, я сам чуть жив. Вот в один из облачных дней вижу наручного у ворот, уездный уже в пути, приготовь побольше подвод. Я смутился, срок маловат, сердце тяжким молотом бьет, но стараюсь я, что есть сил, ошалев от своих забот, всех старшин, всех биев собрать, говорю им, время не ждет, заготовьте побольше юрт, уездный будет вот-вот. И здесь, с одной стороны, как бы, да, вы сказали, что он был, у некоторых, у него было больше власти, чем у хана, но вот, по крайней мере, в этих строках Абая мы видим его зависимость от уездного начальника, его зависимость, то есть он предоставляет, то есть всем уездным начальникам подводы предоставляли казахи. То есть если раньше туре и чингизидам, и представителям хана, носителям пайдзе предоставляли лошадей, то теперь лошадей предоставляют представителям колониальной власти. И в конце он даже как-то грустно пишет о том, что вот раньше были ханы, то есть он властной говорит, что сейчас ужасно, что везде какие-то бумажки нужны, много бумаг, и даже не знаешь, что даже на тебя могут завести уголовное дело, и даже будучи волосным, я боюсь того, что меня вот закроют. Удивительное, конечно, стихотворение. Обычно мы в школе, я помню, когда читали это, Болос-полдоманьяки говорили, что вот это Абай, говорит, обличает критически нравы того общества колониального. И вообще как бы это написано клюмбайга, но я вот иногда думаю, что Абай же сам был волосный. Может, это такая саморефлексия на себя и свою родню, Ну, большинство из которых избирались волосными. То есть он изнутри знал, что такое быть волосным, как это делается и так далее. Вот расскажите о семье Кунанбаевых и как они избирались. Да, это очень... Хотел бы вначале сказать о том, что когда я говорил, что волосной был в какой-то мере сильнее, чем хан, я, конечно, утрировал, да, то есть я имел в виду только то, что народу было тяжело, да, отправить его в отставку, да. Что касается Абая и вот того стихотворения известного, которое вы только что процитировали, мне кажется, на появление этого стихотворения повлияли определенные события, которые происходили в жизни Абая. То есть что мы знаем об Абая, да, это представитель влиятельной семьи, которая там с XVIII века управляла родом Тобахта, да. Кунанбай, его отец был, кстати, да, ага-султаном Каркаралинского округа один срок, да, ну, победив тоже, кстати, чингизидов, сумел стать вот таким тоже Караданш-хан-хан. И сыновья Кунанбая, да, они все были волосными, в том числе и Абая, неоднократно. Кунанбая был, как, от Адан, от Адан, туган Туртьюмас, да, там был, от Адан Алтау, жалгыздых курьер жеребжак, получается. Ну, там был... Их шесть, шесть братьев. Там были волосными и Худайберды, отец Шакарима, и Оспан Исхак, которые были младшими братьями, да, Абая. Поэтому их дядя Майбасар был волосным до этого. В общем, если они не были волосными, они были биями, это, по крайней мере, та же чингистская волось всегда была в их руках. Но, что касается именно вот этого стихотворения, там был один эпизод, когда Абай, понимаете, он даже в те... Он, по-моему, трижды занимал или исполнял обязанности волосного. Но даже в те периоды, когда он не являлся официально волосным, он фактически был правителем, к которому все приходили за решением советов. То есть волосным мог быть его брат, но все знали, что... Все знали, что главным все равно Абай, который стоит за этим. То есть вот это вот наше представление о Абай, что он там один в степи, вокруг него никого нет, он там думает, думает о судьбах народа и обличает свое окружение. Это не совсем так, да? Ну вот это разочарование, оно откуда возникло? В общем, там была соседняя волось, Кокчинская, Кайнар Кокчинская, рядом с Чингисской волосью. Там постоянно происходили баромта, грабежи, убийства. В общем, покоя эта волось не знала. И вот российские власти, видя, что в Чингисской волости порядок, который поддерживается железной рукой Абая, решили его делегировать... Железной рукой Абая. И решили делегировать его туда. В общем, здесь порядок обеспечил, пусть займется и этой волостью тоже. В общем, Абай действительно в какой-то мере сумел, там, вышестоящее начальство отзывалось, говорил о том, что он действительно сумел прекратить преступление, сумел навести какой-то порядок. Наконец-то в этой волости наступил порядок. Но поскольку он был чужаком в этой волости, поскольку там были обиженные, потесненные элиты, они на него строчили бумаги везде, они строили ему козни разнообразные. В общем, в этой соседней волости его управительство кончилось достаточно печально. Он за полгода до окончания срока был вынужден оставить пост и вернуться к себе, в общем. Там ему работать, говорят современным языком, работать...